Президентам Беларуси подписаны указы об установлении ставки вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения и о совершенствовании экспорта калийных удобрений. В частности, для обеспечения стабильной работы Беларусь-калия предусмотрено Установление с 1 сентября и до конца нынешнего года нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения. Предоставление названному акционерному обществу отсрочки по уплате в республиканский бюджет разового платежа за право пользования недрами Петриковское месторождение до конца 2014 года. Таможенная пошлина вводилась для того, чтобы изымать сверхприбыль, которую зарабатывает предприятие. Государство пошло на то, чтобы снизить нам налоговую нагрузку и обеспечить нормальное функционирование предприятия в данных условиях. Кроме того, в целях реализации колейных удобрений предусмотрена регистрация новой торговой компании. С аналогичным ЗАО «Белорусская колейная компания» названием, но в другой правовой форме. Открытое акционерное общество «Белорусская колейная компания». В этой связи вновь создаваемые компании предоставлено реализовывать исключительное право внешней торговли в части экспорта минеральными или химическими колейными удобрениями, закрепленное за государством. Это вынужденная мера. В первую очередь, она обусловлена тем, что деструктивную позицию занял акционерное общество «Уралкали» в части деятельности ЗАО «Белорусская колейная компания», препятствующая ее дальнейшей работе. Во-вторых, это технический вопрос. Мы на базе ЗАО «БКК» делаем нового трейдера. По сути дела, как в самом центральном офисе будет или в трейдере будет, в компании будут произведены перемены, так и региональных офисов. На время регистрации новой компании ЗАО «БКК» будет продолжать работать и выполнять те обязательства, которые у них есть перед покупателями. Созданный трейдер будет обеспечивать продажи продукции «Уралкали» и координировать действия в случае продажи продукции нашей напрямую, допустим, на рынок России или через компанию «Мотаджан». Все это позволит сохранить за Республикой Беларусь известный бренд «Белорусская колейная компания» на мировом рынке, сэкономить время и продолжить работу, используя уже наработанные вещи в данной, я имею в виду ЗАО «Белорусская колейная компания». Основу данной компании, вновь созданной, будут представлять наши белорусские специалисты. Генеральный директор создаваемой структуры будет в порядке исключения совмещать эту должность с исполнением обязанностей генерального директора ЗАО «БКК». Таким образом, на открытое акционерное общество «Белорусская колейная компания» будет возложена координация всех экспортных поставок белорусских колейных удобрений. Итак, мы продолжаем следить за развитием колейного дела. Все подробности в рамках информационного канала «Панорама». Продолжение следует...